Находится Олег Климен Камингот и Евгений Слипчик Слипсонвайл И здесь у нас Тим Энви против Тим Спирит, религейшн, европейские матчи На самом деле там три команды присутствуют, это Тим Энви, Эгоу и Тим Спирит Вот те две как раз таки из ESL Pro League, которые хотят остаться, и Тим Спирит из Mountain Dew League Ну и посмотрим, кто останется, потому что два места есть, соответственно, для того, чтобы остаться в ESL Pro League И одно место, чтобы отлететь обратно в MDL Привет, друзья, привет, Женька, и у нас тут уже выход на выполнение состоялся, Тим Спирит готовый, там вот пошли разменчики, да вкус, господи, а почему у нас автобот не то вообще показывает потом Колди, который просто пытается уйти два в два ситуация после серии разменов, ну и Тим Спирит вынуждены сейчас принимать, есть информация по ХЛП, есть информация по Зигзагу, Зигзаг пал, и тут же какой переобув в воздухе для Колди? Что творится? СДУАЙ, то, что такое, сам Бадиди Йонг, как-то так его не к ней по-моему Сам Дайанг, некоторые умирают молодыми в переводе Один Оли, кстати, вот я, наверное, тебя поправлю, потому что есть две команды, именно Виндига и еще одна команда, не помню, как она называется БИГ, что ли? БИГ, да, у них там идет, получается, первое-второе место из НДЛ, и они сражаются за то место, которое либо приведет сразу на EPL, либо они упадут в релегейшн матч, то есть четыре команды должны сражаться, то есть у них там сейчас идет матч, и по факту будет четыре команды в этих релегейшнах, которые будут сражаться за два слова Ну, значит, четыре, а не три, потому что три это как-то, да, странно выглядит, четыре это уже больше похоже на правду Тим Спирит выигрывает пистолетный раунд, не дефолтные пистолеты от команды Тим Энви, здесь Хэппи, кстати говоря, без армора, хочет снайперскую винтовку себе чуть попозже взять Команды играли не так давно вместе, и Тим Энви обыграли своих оппонентов легко и просто, дважды на двух картах, причем со счетами типа 16-5, 16-4, 16-4, что-то такое Поэтому коэффициенты на самом деле у букмекеров типа 1.20 на 3.75 Ну тут, не знаю, честно говоря, Энви опять же как-то вот вроде боролись на Марселе, обладали команду из Франции, такую же G2, которые были там тоже где-то плюс-минус не в форме Хотя показали на прошлом турнирочке, господи, какой же там был турнирчик, то дай, господи, дай мне сил Какой у нас был самый последний, где, а, в Австралии-то был у нас турнирчик, в Сидней, где, да, G2 вроде как, да, попытались-пытались и, в принципе, неплохо получалось у ребят, которые там даже выстрели Тем временем, выход на оплате им Спирит в 5 в 0, да, пока что 5 в 0, будет ли ретейг для команды Энви, вряд ли У них имеется 5 индефолтных песиков первого армора, можно с ним попытаться сыграть Они пытались угадать в этом раунде, не получилось абсолютно ничего от слова И, ну, тут нужно пробовать Хотя бы, может быть, где-то застакаться опять же Как, например, сейчас на вопленте, и попытаться девайсы стрелить, если пойдут Спириты воевать за все это действие И, кстати говоря, карта Оверпасса была выбрана как раз с командой Спирит Поэтому они в атаке И дальше у нас будет Декэш, и, возможно, если счет будет 1-1, то Дас-2 Тот самый, который уже не то чтобы прям любимый, но я бы посмотрел Ну, Тим Энви на Оверпассе будет, наверное, все-таки не так-то просто Хотя играли в своей жизни несколько оверпассов и вариантов Ну, варианты какие-то есть, хотя будет, конечно, тяжеловато Поэтому Тим Спирит сейчас на потенциально более слабые половины до оверпасса стараются Ну, на самом деле стараются, если честно, взять некоторое количество раундов Как бы, почему бы и нет В итоге третий раунд для команды Энви, он такой же сильный, как и второй И здесь очень важно угадать с направлением движения оппонента Поэтому ребята занимают банан Ну, я бы сказал, наполовину угадывает, но как дальше будет, непонятно Я не знаю, я хочу посмотреть, как вообще Энвиас покажет себя Да, они силен на кэше, но насчет оверпасса я что-то очень сильно сомневаюсь Может быть, вытащат на скилле, хотя скилл там тоже уже под вопросом Видится, что вот в РПК надо спасать Братюню, Хаджу тем временем забирает Димку Димка падает, Киашим находит фраг по колде Тоже кто-то здесь тоже может пострадать Последний издевай, забирает Хаджу И это единственный фраг для команды Team Spirit В этом раунде 4 в 2 есть уже калашников Правда, там двухиповый скрим и РПК 17 Так вот, по поводу скилла Скрим уже далеко не в антаб Хадж где-то временами выстреливает, но это гтс-то пропрется К сожалению, Киашима, но тоже плюс-минус Короче говоря, при Киашима два товарища, которые могут тащить Хэппи тоже парень настроения И если мы там видели от него какие-то сумасшедшие фраги И он вытаскивал карту для своей команды То это был разовый К сожалению, это нестабильная игра Ну и тренера Малека они освободили Не так давно, несколько дней тому назад От работы Поэтому тут Team Envy еще и без тренера Теперь, может быть, Малек не делал достаточно чего-либо Возможно, Envy в принципе все равно на самом деле На тренеров в их коллективе Но сложно, на самом деле сложно То есть, может быть, он был в качестве аналитика И разбирал раунды, поэтому В будущем, может быть, без тренера Просядут Но что-то в том, что третий раунд От команды Envy получается достаточно приятный Потому что он, опять же, такой же сильный, как и второй был И таким замечательным образом Киашима еще режут до вкоса Порезал Кстати говоря, но вот остается один на один И Сотфик играет Ну, держание под бомбой У Скрима еще 2 хп То есть тут одна плюшечка и до свидания Но при этом у Сотфика тоже одна плюшечка и до свидания Вопрос, кто выиграет Тут плюшечка на плюшечку Сотфик слышит Скрима Тут почему-то показывают труп хайпи Типа Что ты делаешь с нами, машина Зачем Скрим погибает все-таки от Сотфика Это 2-0 тоже Да, 2-0 для команды Spirit 3-0, точнее Да, 3-0 уже, прошу прощения Как же были близки сейчас Envy к тому, чтобы заточить раунд 4 в 2 Как там вообще чувак порезал своего? Каким образом? За что? Типа, как это вообще было? Я бегу-бегу и случайно нажимаю mouse2 Когда мы его вижу вместе Ну, по-другому я висеть не могу Вряд ли это было сделано специально Типа, ты не мешаешь дышать Или убери руку с моей мышки Что ты делаешь? Перекрати Так, и вот они девайсные Девайсные девайсы от коммода Envyaz Однако Без снайперской винтовки здесь Да Просто без снайперской винтовки Одни дофьюскиты У Киашима есть 4 мки коротких Одна тактическая, опять же Достаточно приятное укрепление б-планта То есть 3 человека на б-планте находятся И 2 человека В полуподжимных позициях Под аплантом Под бананом, точнее Но Хаджи пугается флешки Хаджи отходит назад И пока что никто не погиб Ну пока да, хотя Ну вот они уже Контакты более-менее готовятся Team Spirit готовы занимать банан Там есть у нас игрок защиты Даже 2 Это Киашима и Хаджи Там что-то вроде пытается гулять Динка Но Дима что-то там Ага, Дима спускается к тиммейтам в коннектор Окей Контрят, кстати говоря, воду Но Сейчас вроде как Envy показывают Войну за банан Но сами в агрессии не идут То есть ждут дефолтно Ждут близко Но они отпускают, во-первых, лонг И это понимает, по-моему, скрим Который начинает там воевать Точнее бегать Занимать хилл-пул Отбегать И если скрим сейчас уйдет На Б-плэн То длина полностью свободна Для прохода команды Spirit И это большая проблема Для французов Который на Хаджи вернулся Чекает Там что-то пытается шуметь Ну, не знаю Spirit готов выйти на плэн 30 секунд времени Полетели молотовые Кстати, неплохой молотов В туалет И можно пройти И... А что творится-то? Убирает Диму А Колди без размена И Колди идет дальше Он понимает, что находятся двое На дуге Двое в туалетах Прошу прощения Можно убрать Киаши Ему погибает Хаджи А второго-то не знает Второго не чекают Но Киашима не отправляется Хэппи Получает, погодает Давкостный РПК Последний РПК Летанг Машина Но здесь уже врать Что сделать Один в четыре Одна М-ка Без раскида Без дефюс-китов РПК Кстати, последний Вариантов у него особо нет Надеюсь Флешка нет Поэтому просто стоять Ждать, когда я его буду чекать И, возможно, кого-то забрать При этом отлетев, наверное, после этого Но никто Никуда не идет Из команды Team Spirit Как мы видим То есть им абсолютно все равно Они пойдут под банан Они пойдут под лонг РПК не встретится вообще Ни с кем здесь Поэтому тут Конечно Не все так Не все так просто Для команды Team Heavy Пока что получается Да Он сохранил свой девайс Но Этого мало Ибо Раскидывать особо Нечего На самом деле То есть у РПК Нету Три тысячи ста Например Денег Для себя Так бы он хотя бы М-ку скинул А у него их нет Поэтому В 2М-ки Им не сыграть Поэтому тут Недефолтные пистолеты Под один Опять же М4А4 Но Не уверен Что этого будет достаточно Да нет Здесь Как раз таки Дефолтная игра Недефолтных пистолетов 2 тегла С которых умеет стрелять Envy Киошима И Scream Но может быть Эли пропрется С этим пистолетом Тем более Что у нас уже был Подобный раунд Когда С Форсом Ребята С Тим Энви Пытались И кстати Почти получилось Забрать раунд У Тим Спирита Было на третьем раунде И Сейчас Даже плюс М-ка Да По раскидке Конечно Все очень печально Грустно Даже Временами Всего лишь Смоук И флешка Имеется Но Но Что сделают Тим Энви В этом раунде Они снова Крепят Б-плэн Они попытаются Впятером Играть здесь Дождались Что никого Не было И решили Вернуться К дефолтному Расположению Типа 3-2 Двое на Б Трое на А Плэнте И соответственно Сыграть Ну как-то Более-менее Уверенно Но Плюс Большой Энви За то Что они все-таки Имеют какие-то Стратегии Тактики На Оверпассе И опять же Гляну Что у нас Творится На Тронтах Энви В плане Оверпасса Но мне кажется Там вообще Все печально Сыгранных Оверпасса Три Не выигранных Ни одного Грустно Очень грустно Грустно Согласен Да Колди Стоит в упоре Под дверь Чикает ее Ребята Заняли Аплэнд Укрепление Довольно серьезное Хэппи Если что Опять же Под дверью Так и остается Сидеть Даже поджимать Надеюсь Засада Может на самом деле Даже каким-то Образом сработать Но размен Все еще в пользу Команды Тим Спирит И все еще в пользу Команды Тим Спирит Но это РПК А вот РПК Это очень Прямой товарищ Но все равно Колди он не перестреливает В итоге 0.5 Не РПК не прощает Это Действительно Машина Которая Многие уже Наверное Написали об этом Что РПК нужно Спасать Из данной команды Все-таки Его стабильность Именно стабильность Перекрывает Вообще Игру команды Энви Полностью И нужно Не знаю Какой-то может быть Собрать другой стак То есть Вот Французский Или шафл Полный Оформить Может быть Отправить его К Шаксу Куда-нибудь Я не знаю Какие-нибудь там Личные отношения Друг с другом Но Надо что-то делать Потому что РПК в этой команде Да возможно Там это как Родные Там какие-то Не знаю Чуремушки Играешь с детства Там И вроде все нравится Все комфортно Но ты ничего не выигрываешь Дальше не пойдешь Никуда Абсолютно И в этом отношении Сёдрику Конечно нужно Текать Из хата Скрим 0-4 Пока что не может Найти себя в этой игре 0-3-4 Дима Дает Какой-то дэмэдж Но сам пока еще Не сделал ни одного фрага Ну где-то более-менее Стабильная игра Пока что Но 5 в атаке Для Дим Спирит На собственной карте И по всей видимости Это продолжится В таком же Темпе Потому что Нет хорошей стрельбы Нет Оверпасса У Энви Абсолютно В этом отношении Конечно мы будем ждать Вторую карту Дэкэш Где Энви Очень хорошая А вот насчет Темспирит Мы посмотрим попозже Ну у Темспирит Все-таки есть Какие-то шансы Конечно Энви Победить Но там Третья карта Еще додаст 2 И Для французов Это Очень приятный выбор Мягко говоря Если мы до третьей карты Уберем Конечно Сегодня Дима убивает Хэппи В 4 лица Остаются ребята Из команды Энви 2-2б В полуподжимных позициях Как мы видим Здесь вот А насчет Б На песочках Там Ребята стоят Вот Может быть Хаджи Будет ли поджимать Потому что Да Как мы видим Он начинает Открывать фронты А здесь люди С бомбой Которые выходят С интерпассов И Через интерпассы Опять же Террористы Выходят здесь На банан Постылятся Но при этом Хаджи все равно Хочет Получить информацию И Получает ее Скажем так То есть Бплэн Теоретически Мог бы быть Готовым к выходу Оппонентов Прямо здесь И прямо сейчас Но там Остается лишь Один человек Это господин Скрин И ему будет Очень тяжело Одилька За бочками Ныкается Голову видно Не видно Одиля 2 в 5 Сейвить для команды Энви нужно Необходимо Свою снайперскую Винтовку И Эмку Снова не получается Ничего Выживает Тим Спирит Пока что В пятером Как минимум Остается у них Все что нужно И по деньгам Кстати говоря У Тим Спирит Там все более-менее Вот сейчас Кстати говоря Будет очень хорошо Потому что 4400 Господи Я сейчас прочту Я не могу запомнить Но я прочту Этот товарищ Там Ди Янг Еще с китайским акцентом Наверное Можно было Вызывать Какого-то Китайского бога Можно Наверное Тут может быть Дойль будет А может быть Не будет Сейчас мы посмотрим Потому что Сам Ди Янг Как раз будет выходить И кто-то будет умирать Молодым Вопрос Он или не он Ну тут пока Непонятно Хаджи кстати говоря Тоже очень довольный Молодой товарищ Хаджбэ Довкост 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 И тело брать Яшиму Нужно добить Последнего И Хаджи там просто живет Как Я не знаю Круто Не все-таки Команда Тим Спирит Будет Молодыми Забавно И не то чтобы Все вот так плохо С деньгами У команды Тим Спирит Но давай Если некоторые потеряли Ахаджи еще и выжил Большущий молодец Вылез Вылез в итоге В положительное КД Больше чем единичка Потому что это единственный человек У которого больше чем единичка В его команде И пока что счет 0-6 У нас меряются ребята Что его убил Димка Сотфик Также забирает Хаджи Остается Последний Киашима Но В этот самый раз В этом раунде По номерам 7 Тим Спирит Снова потеряли Большинство Хотя Девайсов у команды Энви Был всего лишь один Это был как раз Специальный девайс От Хаджи Киашим погибает От рук Димы Но Автодиректор нам Почему-то показывает Совершенно другие кадры Это мне напомнило Как на Этем На австрийском Сиднее Обсервил товарищ MC CSGO Господи Никнейм Который показывал нам Почему-то Просит идет стрельба Он берет такой И пэк Надо за показывать Сити спал Ты думаешь Зачем братан Где вообще эта логика О, черта Здесь тоже самое Авторедектор Правда В нем у мозга нет Авторедектора Поэтому показывают Просто вот то Что придет В его Ботячий ум Так Прошу прощения Ну что Поджим Женя, живи Поджим От Катаренви Даже телефоник У меня упал Микрофон еще Но отлично Слишком мало Проблем И так Кэппир пике Остается вдвоем Против сотвика Довкост Довкост Достаточно убитый 27 хп у него Ребята Подумают Как конкретно Атаковать Потому что Все Может быть Достаточно Печально Для команды Темспирит В этот раз Ну Пока что 7-0 И я что-то думаю Что в этот В этом раунде Спириты Сейчас еще Потащат Потому что Есть у них Идеи У нас Энви Играют дефолтно Они не пытаются Гадать Находись вдвоем То есть В чем Смысл 2 на 2 Оставаться Либо ты угадываешь Находясь вдвоем Либо ты делаешь Ретейк вдвоем Это намного проще Чем на тебя Выходит Двое оппонентов Они могут тебя Просто убить Вдвоем С разных позиций Выйти И ты не сможешь Отреагировать Ну в большинстве случаев Ты не можешь Отреагировать Настолько быстро Насколько бы тебе Это хотелось Либо ты ожидаешь Размен Но пока Тиммейт придет Там уже будет стоять Бомба Тебя будут ждать Вероятнее всего Либо с девятки Либо с чего-то еще Тут опять же Какие-то камеры трупов У меня на автодиректоре Господи боже мой Спасибо Пожалуйста Да, что-то автодиректор Немножко Он пьяный Любитель трупов Я вижу Розовые гуси И трупов Судя по всему Сотфик и давкост Выходит на бэплент А здесь РПК в упоре РПК на самом деле Их похоронят Скорее всего Всех Да, и РПК Собственно Хоронят Всех Не скорее всего А просто хоронят И все Здесь Вариантов Никаких нет Первый раун Для команды Энви Ну РПК 8-5 Красавец Мужчина 7-6 Хаджи играет Остальные Поменьше Скрим 1-1-7 Все очень плохо Все очень-очень плохо У скрима К сожалению Против команды Team Spirit Кстати говоря Явно Наверное Не самый сильный Коллектив Грустно Что так Потому что Стрельба Это все-таки Очень Очень важная История В игре Counter Strike Кто бы что ни говорил Можно как бы Не то чтобы без нее Но каким-то образом Иногда Обтекать Это все дело Или вылезать В очень Для тебя ситуации Выигрышные Да Соответственно Чтобы просто Ты кнопочку нажал И вроде как бы И убил Наверное Может быть Но что-то Скрима Пока что Вообще не получается Не Отделя Сейчас Явно летит Вообще Прям вообще Он проигрывает Свои позиции Он Не справляется С дуэлью Даже 1-1 И это грустно Потому что От отделя Мы обычно Привыкли видеть Но это наверное Может быть наша проблема А не его Что мы привыкли видеть Чувствую Такую стабильную игру Что ван тап Ван килл И погнали Типа как сейчас Даже не убивает Ника К сожалению Дочь Тоже Сейчас не В лучшей форме Вот эти вот Звезды Ван тапа Очень Быстро сгорают Как бы это Не звучало Но так оно происходит Кешима Вместе с Хаджи Снова На дуге Лонг допустили Но Сам лета бегает Скрим И не меняет Энви ничего То есть Как это было там В 3-м или 4-м раунде Так и остается Сейчас на раунде Номер 9 Абсолютно Вот То же самое Двой на дуге Один на плантя Чекает плохо Но Работает ли Кешима На банане Против Сам Барьянг Отправляется Кто-то На место Срубает своего После серии разменов Получается 2-3 В пользу команды Энви Бомба ставится А вот Дуга-то Там еще Кешима Предляет хаешка Предляет флешка Слепущий Колди Нет, это был Сотфик Хорошо, прощи Снайперский метов Над хэппи Отлично Винсен Шопенгау Расправляется Но Сотфик отвечает Сотфик Еще один Ван Тап И 8 хэппи Против 6 Кешима Иметь информацию Не находится Последний выживший Спиритовец Тойот Ага Сотфик На припайре Но Кешима справляется Это раунд Для команды Энви Это было очень близко Для Спиритов Трипл Для Сотфика Если бы оформил Квадро Был бы конечно Счет 8-1 И там возможно И 9-1 И 10-1 И мы бы С командой Энви Попрощались Уже очень Очень Рано Да Хэппи Хочет поставить Паузу Через Волт Систему Необходимо Это делать Поставили Паузу В итоге Ребята Из команды Энви 2-7 Два раунда Подряд Они выигрывают Команди Спирит Я бы сказал На самом деле Есть варианты Типа Закупиться Кое-как Сейчас И при этом 3 девайса В общем-то Можно Заиметь Но Необязательно Это может Помочь Поэтому Может быть Ребята А Они так и делают Да Они наверное Так и делают Да В итоге Только немножко По-другому 2 девайса Не 3 2 девайса И больше гранат То есть Решили именно Таким образом Сделать Все это дело Для себя Ну Такой Такой вариант Рискованный То есть Нельзя сказать Что это Сильно Там или не сильно Если Позициям Повезет Как бы И встанут Хорошо Тогда да Наверное Это закатится И если вот Не получится То Грусть-печаль Нет Где-то Возможно В принципе Ты прав Но Посмотрим Действительно От двух калашей Будет игра Если Залетит Против Фамаса При том Что Еще есть Ухаж Например Первая армора Я во ближней дистанции Вообще Там все Очень будет плохо РПК Тем временем Выносит Самбадионг И Ну Разрыв Веплант Казалось бы Должен быть На РПК Летанг Просто Вырубает Всех Из команды Спирит И Это Это Квадра Для Седрика Это Лишь Один Сонфи Который Ребята Вы Что-то Делаете Что творите Я Не хочу Давать Эти Кому Парню Но Бомба На руках Поэтому Можно попытаться Разыграть Хотя Все позиции Уже поджаты Хаджу Находится На Андрах И В коннекторе Киашима Это Практически Третий Для команды Энви Возможно Даже четвертый Потому что Не будет денег У команды Спирит На то Чтобы Закупиться Более Менее То есть Не дефолтные Пестики Ну и Уже Три подряд Такая серия Для Энви Ответочка В дефенсии На оверпассе Которое Ну Как бы то ни было Конечно Некоторые раунды У любых команд Есть Которые Даже Ее могут не играть Но они видели Хотя бы Например Других команд Они такие Ага Помнишь Мы там Видели такой раунд И Ее Прому Сыграть И Они такие Давай И потом Смоги Полетели Вообще Туда Куда Нужно Потому что Не умеют Но это Уже Другая История Тем временем Выход на Аплент И кстати Говорят Сотвик Бомбу Сейчас Воткнет Воткнет Здесь Никого Нет Рили Как так Отпустили Почему На Аплент Вообще Никто Не смотрит Ребята Здесь Никого Нет Но Сотвик Сотвик Ваткни Бомбу Что ты Делаешь Но он Не знает Есть Здесь Кто Или Нет И мы Очень Слышно Поряд На девятку Там Убьют Смотри Да Его Там Убьют Скринзи Просто Скринзи Ребят Ой Какая Вот Это Супер Грустная История На самом деле Он Воткнет Я Еще На Аплент Чего Братан Ты Че Делаешь Я Не 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 Воткнет Это Был бы Полный Че Творят Ребята Я Понимаю Что Это Прям Супер Как Это Феллендж Но Надо Была Стоять На Апленте Зам Там Все Проверил Ну Так Увидишь Вообще Не Часто От Слова Вообще Не Часто Вообще Не Часто Так Увидишь Как Те Переиграли Себя Притом Что Какова Была Идея Последнего Лужб Софика Типа Я Прошел Аплент Я Прочекал Телпу Там Никого Нет На Апленте На Лонге Никого Нет Пойду Ка На Б На 15 Секунд Имеется Я Схожу На Б По-любому Ребята Стоят На Т-спауне Ждут Меня Когда Мы Ресимся Чтобы Нас Убивать В чем Была Идея Ранние Поджимы Кстати Говоря Работают Точнее Не работают От команды Энви И наоборот Спириты Здесь задавили Ну В таком Случе Даже Ранние Поджимы От Тим Спирит Работают С этой Стороны Стоит Подходить К вопросу И Вот Он Скрим И Вот Они Все Остальные Ребята Из команды Тим Спирит Которые Хотели Бы Возможно Забегать Под Б А Колди Встречает Скрим А Скрим Погибает Банки Куда-то Там Упали Колди Может Для себя Подберет Пару Баночек Рпк Опорник Б Планта У него Есть Еще Одна Флешка Больше У него Ничего Нет Ему Будет Достаточно Тяжело Выходить На Рпк Через Монстр Опасная История Очень Очень Страшно Это Делать Но Возможно Тим Спирит Будут Это Делать Потеряют По пути Два Будет Помогать Через Зик Опять Но Шутка В том Что Сотфик А Слишком Бомба Далеко Проверит Аплэнд Вероятно Там Никого Не найдет Но Бомба Не успеет Перетянуться Уже К сожалению Поэтому Сотфик Будет Идти На Девятку Но Он Тоже Не успевает По времени Короче У Тим Спирит Все Не успели По времени Вообще Никто Нигде Не успел Это Если честно Это ужасно То есть Это Чуть Более Чем Прям Совсем Все Плохо И Бомба Надо Садить Прям Сейчас Вот Прям Сейчас Иначе А Все Уже Не Поставил Вы Либо Убиваете Оппонента Либо Не Убиваете Оппонента А Хэппи Так И Не Вылез Потому Что Зачем И Мы Если Там Времени Оппонентов Нет Слишком Слишком Сложно Слишком Перемудрили Слишком Недопоняли Слишком Недорассчитали Потому Что Вот Отсюда Прошу прощения Вот Отсюда Бежать Как бы Сюда Или Вот Так Вот Или Там Или Вот Так Реально Слишком Долго Но Тут Я Со Спауна Да Мэйбин Но Выиграть Четыре в два Во-первых У вас Времени Все Меньше И меньше Вы Просто Вылетите Столпой На Тот Бэплэн То И Выйдите Убейте Одного Который Там На Дом Убьет Двоих Но Все Рано У вас Большинство У вас В принципе Большинство У вас Есть Девайсы Но Это Конечно Да Тут С Таким Далеко Не Пойдешь К сожалению Я Понимаю Что Спириты Занят Третье Аж Третье Место На Европейских МДЛ Кажется Квендига И Биг Были Лучшими В этом Все Но Третье Место Что-то Слишком Просто Да Кого-то Потеряли С ним Спириты Я Будем Смотреть Как Будет Играть Кеши Махаджи Пойдут Вандерпасс Видимо Укреплять Волото Бепланта Вероятно Команда Спирит Выходит На Теперь Уже Достаточно Голый Аплент Скрим Тоже Не успевает Остальные Естественно Тоже Не успевают Ползи Скрима Еще Замыкает Опять же Вандерпасс Все Промахивается Не получилось Нормально Дима Здесь Настрелял Прям реально Нормально Еще Рпки Чуть Чуть Потерял Но Все Равно Это Обманы Маневры Ставится На Бепланте Вот Здесь Неплохо Перемудрили Но Здесь Хотя Б Получилось То есть Не Перемудрили Сами Себя Видимо Хотели И В прошлый Раз Так же Сделать Но В прошлый Раз Не Получилось И Тот Раунд С Говоря Я могу Сказать Об Этому Раунде Только Одну Фразу Чувак С Бомбой Вылетел Через Девятку И Пошел Ставить Бомбу На Точке Б Это Полностью Мне кажется Характеризует Этот Раунд Потому Что Они Прошли Непонятно Откуда Куда Зачем И Как Вышли Через Девятку Поставили Бомбу Это Мне Напомнило Как раз Тот Самый Раунд Когда Сотфик Оставшийся Один В живых Пошел С пустой А базы На Боплент Ставить Бомбу Вот Примерно То же Самое То есть Где-то Слишком Хитро Слишком Мудрено Ребята И Временами Даже Сами Себе Палки В колеса Суют Типа Мевчик Старый Чувак На велосипеде Палки В колеса Сует Разные Вариации Я их Не буду Произносить Потому Потому Что Вот Примерно Так же Играю Тим Спирит Типа Полбанной Француза И Палки В колеса Тут Местами Может Даже Совпадает Первая Плэна Выигрывается Командой Тим Спирит Но Четыре Раунда Есть У Инвяз Правда На потенциальной Более Сильной Половине Д Оверпасс Не означает Что На атаке Они Не смогут То есть Может Быть Хотя Частично Смогут Может Быть Но Может Быть И Нет Может И Нет Будем Смотреть Я Вообще Не знаю На что Смотреть Энви Не Впечатляют Играют Нашу По Команды Спирит Если Уж Быть Честными Рпк Спас Один Раунд Это Большинство Раунда Про Спирит Изофили Четыре Два Про 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 Проиграли Раунд Полностью Потом С этим Выходом Ну Ладно Там Один В Для Энви Один Где Они Скорали Как Команда И Примели Спирит Все На этом Заслуги Закончились Если Бы Не Рпк Если Бы Сами Себя Спирит Не Обыгрывали Был Был Шот Типа 1 12 1 13 Сейчас 1 11 Типа Того Наверное Тут Кстати Скрим В Рпк Последний У Скрима 2 2 11 На данный Момент Все Прям Максимально Плохо Хотя Какой-то Урон Наносит Конечно Но Этого Если Честно Недостаточно Рпк Опять Позиция В упоре Та самая На Экзит Фрагирование Это Все Что Он Может Сделать Сейчас Но При этом Опять Команда Тим Спирит Вероятно Будет Через Лонг Плюс Туалеты Уходить То бишь У Рпк Опять Ничего Не Получится Здесь Ну Скорее Всего Опять же И Они Еще Сохранили Себя Все В пятером Еще Несколько Раундов Первой Половины Осталось Еще Дима Далеко То есть Он не умрет У него 7 хп Он не Взорвется Если Вдруг А ну И тем Более Сам Дайанг Еще Рпк Находит Как Убивает То У Рпк Вообще Ничего Не Летает Фракстад У всех Остальных Ниже Рпк В Нави Да Рпк В Нави И У всех Остальных Ниже Единицы На самом деле КД рейтинг Рпк выше Единицы КД рейтинг Грустная История Грустная Опять Недефолтные Пистолеты Тем Спирит Если Постараются Выходить На десятый Для себя Я Так Сижу Для себя Думаю Что Какая Бы Команда Есть Не Вышла Энви Или Спирит В Этих Релегейшн Матчах В сезон У них Будет Все То же Самое Как И Команда Эго Как Команды Дигнитас Которые Тоже Попали Так А Сейчас Мы Всех Вынесем А В итоге Играет Релегейшн Матч Либо Вообще Вылетели В МДЛ Вот Тут Будет То же Самое То Есть Где то Возможно Если Спирит Возьмут Скрим Не стреляет Хэппи Капитан Это Но Не так Чтобы Хадж Еще Молодой Для Всего Этого И Ашима Ну Возможно Тоже Вместе С Эпик Крутой Команду Запихнуть Два Товарища Не знаю То ли Мотивации Нет То ли Чего Не хватает Ребята Есть Руки Есть Мозг Что Говорит Про Скрим Бегал Какое То Время 70 Процентами Хэдшотами За Не то Абсолютно Не знаю Может быть Ушел В косметологию Причесочную Ушел Точнее Скрим Квадр Килл Вуаля Спасает Свой Фрагстад Фрагстад 6 1 1 Неплохо И нет Десятка Не получается Кстати говоря Команда Спирит Пока То Пока Се У нас Тут Закончился Раунд И На последние Деньги Буквально Закупается Спирит Но это Последний Раунд Поэтому Не проблема В дабл Вп Будут Ребята Из Команда Энви Это Киаши Мэй Трофейный Калашников Плюс Демки Четвертых Опять же 4 А4 И Ранние Поджимы От контртеррористов Как обычно Как обычно Флешки Напугали Но ничего страшного Потому что Бывает Работает И В основном Надо Поджимать Таким Образом Только Аккуратно Это делать Все равно Надо Эти Поджимы За КТ Сторону Очень Не получилось Куда Просто Получилось И Надо Отходить Он Делает Все Правильно Очень Делал Свой Кил И Просто Просто Вот Куда Нибудь Куда Угодно Потому что Дальше Давить Нельзя Делать Ничего Нельзя И Скрим Такой А где Мой Противник А его Нет Он Сделал Гораздо Умнее Чем Думает Скрим Собственно И Все И Они Пойдут На Почему Бред Киашим СВП Но Сообщение Снайперской Минтовки В окончании Данного Роунда От Коллектива Энвес Колди Увидит ли Или нет Киашима Который прыгает За машиной Ага Видит Киашима Подставляется Но Не погибает Молота Даже на банк Можно еще Флешку накинуть Не так Могу теряет ХП Киашима Но Пройти Выводит Крайне Сложно За машиной Находится Так же У нас Снайперская Минтовка Погибает Хэппи И это 2 В любом Оставится После раун Первой половины Может уйти Даже слегка Вой команде Спирит Так и не в большинстве Колди Очень далеко В ланге Вместе с тиммейтем Передвигается дальше Киашима Все таки Подловил игрока На ланге Но по второму Информация Вряд ли будет присутствовать Что-то там Мудрят опять Тим Спирит И опять же Уходят куда-то Далеко Да Есть сейчас у нас Игрок на Туалетах Уже даже двое У нас нет Киашима Работать Давкост Присылает Какой же Хэдшот Киашима Последний Снайперская Минтовка Ага Неважно Это молотов Смока нету Киашима Это 10 Рунная команда Спирит Вообще без шансов Нужно хотя бы Убить кого-то Привет родной А дальше А не важно Даже если Давкост Убирает Но Давкост Будет Бороться до самого Конца Еще выживает После раунда Довольно забавно Получилось 5-10 Это Я бы сказал Достаточно Достаточно Для того чтобы На более сильной Половине Если даже Отлететь от пистолетов Все равно Вернуться И взять себе Все оставшиеся раунды Что-то у нас В чате Вообще Бомбит людей Ребята Женя Болеет Женя болеет Поэтому Вы получите Сегодня Автодиректору Просматривать данный матч Автодиректор Из-за некоторых Настрой GoTV Сходит с ума То есть у него типа Офтайминги какие-то Включаются Вот И раньше он Хотя бы Более-менее Да что-то показывал Теперь он Труп показывает То есть Человек умирает Потом Секунд через 15 Возвращается к трупу И показывает Его Просто Запечатляет момент Типа Ага И вот Если вы не видели Труп человека То как бы Вот Познавательная минутка От автодиректора Нормальная ситуация Типа Поэтому Такой Ну и что Второй пистолетный раунд Для команд На карте Оверпасс Это Бест оф 3 Киошима Берет себе Туалберет И сейчас будет Делать Пау-пау-пау Смотрим За Киошимой Влетает на точку Бэй Кстати говоря Тим Смирит Могу сейчас угадать Они находятся вдвоем На зигзаге Их там вряд ли Будут вообще чекать Киошима Выходит Пау-пау-пау-пау Как в 1.5 Присылать Но правда Умирает Но хаджи Остается последний Он успел взять бомбу И уйдет на Аплен Или не уйдет Он проваливается Хаджи Провалится в болото И пытается как-то сбежать И режет воздух Ножом Чтобы бежать быстрее Мы все знаем Что это работает Опять автодиректор Хотел нам труп показать Но я ему сказал Что не надо Вот Ребята такие Как же так-то Неужели нам надо Будет идти на А А ведь надо 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 идти В другом-то Вот если ты Прогадал 1 в 3 Это будет вообще печально Как же там Жил хаджи Но он кстати Очень Переживает Сейчас это видно По его движениям Опа Хаджи Вырубает 1 Опять трупы И хаджи Трипл килл оформляет Ребята Это яй здоровенный Который сейчас Под ником хаджи Бегает и вырубает людей Неплохо Рпк Хаджи Киашима Плюс-минус Где-то Блиться к тому Чтобы тащить команду Энвес За собой И да Они стреляют хэпи Да они убивают скрим Но есть вот Рпк Хаджи И Киашима Русик пытается Опять же Для того чтобы Энвес Закончили это 2-0 Хотя не точно За атаку На оверпассе Играть будет крайне сложно Сложновато Да Согласен Но Хотят укрепить Ребята И Соответственно 4 мактена Покупаю Для Всего Замечательного Дела Один калашников На всякий случай Чтобы был И вот С хэпи С артикеем Хотели бы что-то Подформить Немножко Но сделать это Каким-то образом Аккуратно Все-таки Потому что Против Против чешек Всегда сложно Всегда опасно Всегда страшно Чем спирит При этом Сами не особо Показываются Хотя Что значит Не особо Показываются Как мы видим Там на самом Деле Уже Рпк Самда Янга Убил Дима Правда Ответил Хэпи На дотекание Вряд ли Кого-то Найдет Сейчас Опять же Режет воздух Колди Я лично Для себя Не знаю Буду Все-таки Смотреть На Плех Он Что-то Знает Явно Показывает Красивые Скины Например Знаешь Такой Автодиректор Школьник Который Смотрит На Скины Люди Показывают Свои ножки Крутецкие Фраги Зачем Не надо нам фраги Не надо фраги Трупы Его убили Вот вам труп Все Я доказал Что его убили Показал Показал Все нормально И дальше Расслабил скины Все это для жуху Это нормально Ой любитель трупов Битлджуис какой-то Что-ли Вообще Только три раза Не произноси Да А то вызовем Не надо Согласен Ну что Наба плент Команда НВИАЗ Начинает уходить Сотфик Очень сильно Получает УПП Нельзя ему лезть Дима погибает Она уже Как бы Нет смысла Не лезть Но слишком далеко Для очешки Максимально Неудобное расстояние Бомба От скрыма Будет поставлена Но против Таких девайсов Если честно Это 4 мактена Напомню Один коллаж Бороться было Как бы Вообще-то Невероятно тяжело Неудивительно Что-то спирит Не смогли Взять свой Форс Потому что Мы просто Не захотели Будем брать девайсы Еще Еще Трупы Немного Отхаживает У нее Отлетает Но скрим Даблкил Сделан Молодец Все же Все же Немножечко Но молодец Ну что И третий раунд Буду терпеть Еще Команда Спирит Потом будут Уже На четвертом Пытаться Вернуться Ух ты Да Но Я Честно говоря Не знаю Что творят Спириты Вообще И Там тут Светит Если В первой половине Половидных Спириты Прям там Что-то Вцепились В эту атаку И начинает Новерпайс Там душить Энми не понимает С ним бороться А потом Начали сами Спириты Ошибаться Энми Такие Да что-то Изи Ребят Давайте Сейчас Просто Возьмем Те нужны Пять раундов Нам В защите И потом За атаку Просто задавим Скрин Тем временем Справляется Два врага Один спирит Хаджи Полжей по голове Кешум Справляется Есть еще хаешечка Но не туда Давко с забоечками Три в три И все И ушли Энми Они боятся Они понимают Что Что-то надо Как-то менять А там уже Проходится Говоря РПК А по дуге Сам дьянг Ты правильно сказал? Ну вообще Произносит как Дай Сам дай Там даянг Ну так даже нормально Это же Получше Все-таки Пробирается Нахрен Ой, как там По голове Такие больно И опять трубы Да чтоб тебя Пронесло Автодиректор Ты Я стараюсь Тыкать Соответственно Настолько Насколько Это возможно Сейчас Вот Но иногда Будет конечно Автодиректор По некоторым Причинам Биологического Характера Вот Но Надеюсь Что трупов Особо много Не будет Кешем И с Хаджи Пытаются С Аплантом Что-то сделать И что-то придумать Колди За Аплантом Находятся Очень интересная Партиция От Колди Может быть И Колди Такой Выйди Сейчас И Хаджи Убьет Ну сам Да я Ладно Хорошо Давай На раунд Стоп Это Третий Был Стоп Ты не давайся Это был Экономический Для команды Это был Экономический Для команды Спирит Вот это Обида Для НВАС Вот Это Обида Это было Прямо Сейчас Да НВАС Сами Зафалили Хотя Был такой Подобный Раунд И В первой Половине Когда Спириты Сами Могли Отдаться Подобному Баю Но Зарезали Своего У нас НВАС Там Неплох Получилось Для Спирита Там Что-то Была ситуация То ли 4-2 Для Энгри Тогда Спириты Смогли Потащить Хотя Там Техилла Ухпшные Были Абсолютно Все Бегали Что-то Там Традали Довхост Тем временем Сравнял Кеш Ему Землей Да Там Только Калашников Довхост Еще Один Минус Неплохо Еще Флешка Вылетает Но Хаджи С калашом Хэппи С чешкой Дает Свой Праг Дальше Холды На хилпе Пытается Отработать Машина Живет Не живет Сотфиг От Сам Дай Янг Это Знаешь Больше Похоже На Имя Какой-то Не знаю Маладийской Девочки Сам Дай Янг А выйдет Сам Дай Янг А скиньте Не знаю Что-то Мяч Сам Дай Янг Скиньте Это Очень страшно Звучит Хотя У них Там Конечно В деревнях Все-таки Дома Двухэтажные Не больше Не больше Но Все равно Звучит Не совсем здорово Потому что Я представляю Эта картина Когда девочка Сам Дай Янг Уходит С второго Этажа Идет гулять Да С пальмами Там Вот это Все Тепло Красиво Позитивные Комментарии Рухаба Оставайтесь С нами Вот Позитивные Люди На сегодня Ну и Стороны Почему бы И нет Наш коллектив Пока что Как минимум Хотя бы На первой карте Обыгрывает Тимэнви Ну В процессе Обыгрыша Тимэнви Давайте так Говорить Не стоит Забегать вперед Естественно Но потенциальный Тринадцатый Потому что Лишь пистолеты Сам Дайанг Пытается Понять Как ему работать Кидать гранаты Не кидать гранаты Флешку Кидать Не кидать Но видимо Не кидать Опять же Погибает Пошумели На зиге Соответственно Это было слышно Соответственно Позиция Изяга Известная И сотвик Тоже не умирает Ужасов Дорога обратно Камбэк Далеко не Израиль Но посмотрим Может быть Энви Сейчас Точнее Спириты Сами себя Смогут обмануть И принесут Какую-то надежду Для фанатов Для людей Которые ставили На Энви На первую карту Возможно На команду Энви Что было Довольно Образов Решение Как бы то ни было Врыв на точку Б Не состоялся Потому что Прилетает Молотов На зигзаг Его конечно Тушат А там Дима Сражается Собирает Одного Дима Второго А проходит Еще и Через монстр Дима Третьего Сам Дайанг Еще и Хэппи Вырубает От Четыре Погибших Француза Кроме Того Не били Никого Репики Последний Репики Репики Ребята Говорят Я еще Типа Только Проснулся Бегу С кофе И Дима Сделал Квадрокил Красавчик Вот Дима Сейчас Сделал Раунд Для всей Команды Спирит Но Энви Не ответили Ни одним Минусом Они Вроде Раскидали Хотя Оверпасс Понятно Почему Опять же 300 Оверпасс Ни одного Ни выигранных Вообще Ни одного И раундов Там было Взятой Оверпасс Немного Примерно 7-8 Где-то Вот так За карту Итак Калаш Плюс Недефолтные Пистолеты Плюс Мактан Чешки Точнее Если быть Точным Поджим Агрессивный От Тим Энви На ранних Таймингах Уже Прям Жмакаем Банан Уже Прям Очень сильно Жмакаем Банан Я бы сказал Но команда Тим Спирит Старается Защититься От этих Ранних Поджимов Естественно Стянули Чуть ли не Весь коллектив Тим Спирит На Аплент Потому что Страшно Резко Быстро И в таком же Ключе Команда Энви Может выйти Теперь На Б Например Могут В принципе Да Сейчас Есть Какой-то Момент Не знаю Даже как Опять же Спирит Что-то Мудрят Решили Сыграть От Фритейка По большей степени Потому что Сам Дай Йонг Янг Пустит Товарища Но Дима Сможет ли Повторить Успех Прошлого раунда Раз голова А дальше Хорошо Ну хотя бы так Один фраг Есть А дальше По слэшке Можно выйти Тиммейтов Можно попросить Чтобы пришли Также на хелпу Скрим выходит Скрим А голову Викили Полный Дима Замечать Дима Ага Ну теперь точно Увидел Но Ой бомба Это до хоста 2-5 Бомба Погибает также Киашима 7-15 Команда Энвей Вперед ногами На карте Верпасс Команда Энвей Вперед ногами На карте Верпасс Да Все На самом деле Именно так Бомба Очень далеко На песочке На болото Там Выкатилась Поэтому Что-то без вариантов Потенциально Последний раунд Для команды Энвей Что-то покажут Конечно Французы Но неплохо Обманули На самом деле Команда Тим Спирит Создали напряжение Вообще Стандартные вещи Конечно Создали напряжение Под Аплантом Вот здесь А Что-то не рисуется У меня сегодня Пока я больной И в этом Пошли соответственно Аккуратненько Под Б Но здесь Их тоже встретили Потому что Там Тим Спирит Кто-то видела Подсадку От Холди Копи не зачекал Не думал о том Что здесь Кто-то может быть При этом Возможные дуэли В интерпассах Между Сотвиком И компаний С командой Все очень похоже На то Что будет Как раз таки Уже 16 раунд Для коллектива Спирит Эндвей ничего Не могут предложить Своим оппонентам Так как Мы видели Уже очень много Граундов 5 в 0 Для команды Спирит Те просто выходят И не знают Смотреть Куда целиться Что вообще делать На этой карте Это вообще Для кого карта такая Не понятно Но Как вариант Конечно Да Сейчас они Могут Пропереться За счет Личного скилла Я понимаю Что Боби Команды Хотят Попасть На Пролигу Восьмого сезона Больше Спириты Хотят У них Типа Мотивация Они Никогда не были Не взяли Чуть такое Там Совершенно Иной Уровень Команд Понимания Игры И тому подобное Поэтому Эндвит Прочувствовали Типа Нам уже скучно Там Мы не хотим Видели Всех знаем А вот Спириты Сейчас В одном В одном Шаге Для того Чтобы выиграть Карту И Спирит Замыкают Штанс Раунд Это Штанс Семь В пользу Российской команды Хотя Тут Небольшой Микс Опять же Есть у нас Украинец Также Но Как бы то ни было Карта Оверпасс Выбор команды